Здравствуйте, уважаемые ученики, уважаемые гости моих каналов. Рассмотрим коротко, кратко один из терминов из 150 астрономии, термин 70 перигей, перигей этимологически, то есть переводится с греческого языка перигеос и переводится на русский как земной, перигей это земной. Определение перигея это ближайшая к земле точка околоземной орбиты небесного тела, обычно Луны или искусственного спутника Земли. Также применяется к гелиоцентрическим орбитам объектов сближающихся с Землей. Расстояние от перигея до центра Земли называется перигейным расстоянием или радиусом перигея. Расстояние от перигея до поверхности Земли называется высотой перигея. Антонимом перигея является апогей, то есть противоположным термином перигею является апогей. Это наиболее удаленная от Земли точка орбиты. Воображаемую линию между перигеем и апогеем называют линией апсид. Возмущающая сила вызывает процессию линии апсид, в результате чего изменяется положение перигея в пространстве. Так, вследствие действия возмущающей силы Солнца перигей Луны движется по орбите в ту же сторону, что и Луна, совершая полный оборот за 8,85 года. Перемещение перигея искусственных спутников Земли обусловлено главным образом отличием формы Земли от шара. Причем направление и величина этого движения зависят от наклона плоскости орбиты спутника к плоскости земного экватора. Небесное тело в момент своего нахождения в перигее имеет максимальную орбитальную скорость. Если в перигее увеличит скорость, то увеличится большая полуось орбиты и апогейное расстояние. Спасибо за внимание. Следующий термин астрономический, который мы рассмотрим, 71-й, это перигелить. Если сейчас мы рассмотрели перигей, то дальше мы рассмотрим перигелий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok